Здравствуйте! На портале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас очень практический вопрос. Можно ли ходить в театр, кино и на концерты во время поста? Мы знаем, что в Российской империи подобные заведения на время Великого поста всегда закрывались, и, казалось бы, ответ достаточно прост — нет, не стоит. Однако еще святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал удивительные слова. Он сказал, что театр — это добро для обычно избирающих по жизни злое. Я не привожу вам точную цитату, но, мне кажется, вполне точно передаю смысл слов святого праведного отца Иоанна. То есть то для одного человека и в одной ситуации является падением, то же самое для другого человека является, наоборот, точкой роста, способностью возвыситься, подняться, что-то в себе преодолеть. Вы знаете, для людей, которые считают монахов кем-то вроде эльфов, среди таких людей бытует интересное представление, я сам неоднократно его слышал, и мне оно ужасно нравится, что афонские монахи ходят по Афону исключительно опустив капюшон на нос, дабы созерцание красот природы не отрывало их от созерцания Бога. Я не знаю, на самом ли они деле ходят, опустив капюшон на нос, я никогда не был на Афоне, но идея сама очень понятная. Если созерцание красоты природы отрывает нас от Бога, то необходимо опустить капюшон на нос. Но я не афонский монах, и для меня созерцание красот природы, наоборот, побуждает к мыслям о Боге, вызывает чувство покаяния, вызывает чувство и ощущение трепета перед величием и красотой Божьего мира, и поэтому для меня лишний раз увидеть кусочек природы — это, наоборот, лишний раз вспомнить о Боге. То, что одного человека способно оторвать от Бога, второго способно к Богу приблизить. У каждого своя мера. И театр, концерт для, как сказал праведный кронштадтский, человека, пребывающий обычно во зле, в низменных каких-то страстях, чувствах, переживаниях, способен, наоборот, возвысить. Человек, посетивший хороший спектакль или хороший концерт, способен пережить буквально катарсис, то есть очищение и переживание, переосмыслить свою жизнь, подвигнуться к покаянию. Для человека же, наоборот, в период Великого Поста, всю свою жизнь устремившего к Богу, к размышлению о своих грехах, к ожиданию страстной недели, страданий, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, посещение любого увеселительного или даже серьезного театрального или концертного действия, способно, наоборот, разрушить его покаяние, разрушить его устремленность, сконцентрированность на духовной стороне своей жизни. Если человек действительно, например, Святую Четыридесятницу приносит Богу как десятину своей жизни, конечно, для такого человека посещение концерта или спектакля будет являться нарушением его духовной жизни, его собственной покаяльной дисциплины. Поэтому, как сказал апостол Павел, все мне позволительно, но не все полезно. Это первое послание Коринфянам, шестая глава. Кто определяет, что вам полезно, а что вам не полезно? Реально только вы по совету и по размышлению со своим духовником можете определить, будет ли для вас в данной конкретной ситуации посещение концерта или спектакля во время поста, направленным к душевному созиданию, к духовному созиданию, либо оно будет являться для вас разрушительным. Поэтому здесь, для того, чтобы однозначно ответить на этот вопрос, необходимо разбираться в конкретных обстоятельствах конкретного человека и конкретной его жизненной ситуации. Продолжение следует...